Весник Цветовода В конце апреля, праздничный пасхальный день, но при этом в рабочий день, произошло необыкновенное чудо. Для того, чтобы узнать, каковы результаты конкурса, в редакции собралось наше жюри. В этом году мы подводим итоги конкурса поездка в восьмой раз. Ну кто же снимает человека сверху? Это же я подошла лягушкой вообще. Люди побросали все дела и пришли. Ну, в общем, в целом так. И поэтому вот от имени всех читателей, участников конкурса я благодарю наше жюри. Председатель наше жюри, как известно, Елена Ивановна Седова. Столько эмоций, вы что? Членами жюри у нас являются Люда Белых. Есть какой-то элемент человеческого фактора? Валерия Ильина. Люд, ты все правильно говорил, нам уже ничего больше говорить. Надежда Дмитрия Журова. Я-то сам за применение бетонных колец. Я очень надеюсь, что у меня... Павел Трануа. Приходится стоять двойки-тройки, потому что иначе пятерка не звучит. К сожалению, не добрались до нас Александр Саперин и Дмитрий Гассе. Но чтобы искупить свою вину перед нашими участниками конкурса, каждый из них назначит свой собственный специальный приз, который будет вручен тем, кто на этот взгляд этого заслуживает. А теперь мне выпала честь огласить результаты конкурса и объявить победителей, если они есть, в каждой номинации. Номинация «Цветы в окне и на балконе». Каждый год именно эта номинация причиняет нам больше всего огорчений. Во-первых, потому что она самая слабая. Во-вторых, потому что в ней всегда меньше участников, чем во всех остальных. Поэтому уже не первый раз мы принимаем решение выделить эту номинацию в отдельный конкурс, чтобы вы не мучились и чтобы свои комнатные достижения и демонстрировали те люди, которые действительно этого достойны. И все-таки, несмотря на то, что участников было мало, все-таки жюри отметила. На третье место мы поместили скоро Светлану. Это выдающийся совершенно петуниевый сад в лесу, где-то под Санкт-Петербургом. Очень красиво вы увидите. На втором месте Ольховатова Людмила. И первое место было отдано Олейниковой Людмиле. Это зимний сад в детском центре. Это действительно достижение. Номинация звезда коллекции. Мы прислали очень много фотографий, но, как правило, самых простых и общеизвестных цветов. Поэтому было довольно трудно выбрать победителя. Выяснилось, что больше всего в этом году, как, впрочем, и в прошлые годы, прислана роз. Вы любите розы, мы тоже их любим, но все-таки звезда коллекции подразумевает что-то другое. Подразумевает редкость или особо ухоженное растение, или что-то такое выдающееся, чего нет у всех. Поэтому было принято решение розы выделить в отдельную группу. И Валерия Ильина, большой специалист по выращиванию рост, и Павел Тронно, большой специалист по агротехнике и по человедению, выделили розы в отдельную номинацию. И Соколовой Марине будет вручен специальный приз за лучшие розы сезона. В номинации «Звезда коллекции» третье место вручено Михаилу Абрамову. Михаил, спасибо вам, что вы уже не первый год участвуете в нашем конкурсе. У вас прекрасная коллекция и растения в роскошном состоянии. Второе место в этой номинации заняли у нас Оленчикова Галина за выдающийся совершенно ревень Тангутский, невероятных размеров, и Ярковая Татьяна за прекрасные растения, за большую коллекцию, которую она содержит в полном порядке. Что касается первого места, то по решению жюри его заслужила Анна Федосова, у которой в саду растет сон трава и триллиумы. Они произвели неизгладимые впечатления на жюри. Номинация «Водоем» в этом году тоже нас огорчила. В прошлом году, я помню, были прекрасные водоемы, их было очень много и было трудно выбрать лучшие. В этом году споры все равно возникли, и все равно жюри долго-долго совещалось и, в общем-то, поругивалось. Ну и в результате места распределились так. Третье место получила вот эта необыкновенная, совершенно маленькая, кругленькая, под дождем в саду Ольги Бензы. Второе место получила Роза Новикова. Это единственный водоем в естественном стиле, который в этом году попал на наш конкурс. Ну и, наконец, на первом месте оказалась японская тема Алекса Бега из Белоруссии. Поздравляем. Номинация «Садовые детали». На третье место был помещен камень, поросший мхом в саду Марина Соколовой. Произвел неизгладимые впечатления. Второе место. Очень подробно написано Галиной Оленчиковой. История о том, как они делали деревянные мостки и беседки в саду. Очень интересно. Сделано своими руками. Тоже красиво. А первое место единогласно было присуждено Светлане Желебе за ее уникальную голубую ширму садовую, которую, правда, многим хотелось посмотреть как-то по-другому и развернуть куда-то в другую сторону. Но все равно она понравилась всем членам жюри. И тут мнения сошлись. Номинация «Цветник». Ну, в ней в этом году было много интересного и прекрасного. И об этом подробно говорили уже и Людмила Белых, и Елена Ивановна Седова. Мне осталось только сказать, что на третье место жюри решила поместить цветники Анны Федосовой и Ирины Севонкиной. Второе место было решено отдать Ольге Бензе. И, наконец, на первое место был помещен цветник Татьяны Стебуновой. Ну, и, наконец, последняя номинация «Образ сада». Это самая ответственная номинация, и это одновременно номинация, в которой труднее всего найти победителя. И в этом году было решено первое место не присуждать, потому что вот такого сада, который бы одинаково поразил всех членов жюри и заслужил бы ровные, высокие оценки, такого сада не обнаружилось. Поэтому второе место получает в этой номинации «Сибирский сад Людмила Лемешко». Действительно достойное и очень интересное произведение. А третье место поделили между собой два сада. Ну и, кроме того, жюри решила присудить спецприз за верность одной теме. Хочу еще сказать о том, кому специальный приз собирается вручить Александр Сапелин. К сожалению, он не смог доехать до нашего собрания, потому что занимался со студентами. Вот он хочет своим призом особым похвалить и пожелать дальнейших успехов Центру детского творчества в Удмуртском селе. Вообще про этот Центр детского творчества говорили многие, и совершенно справедливо. И отдельное спасибо педагогам и воспитателям, которые вместе с детьми там работают. Еще раз хочу поблагодарить всех участников нашего конкурса и выразить надежду, что в будущем году девятый конкурс пройдет у нас еще более организованно, еще более массово. И вы пришлюте нам свои шедевры, и нам будет чему удивиться и порадоваться. Хочу сказать, что интернет-портал дает нам, может быть, даже более широкие возможности для проведения этого конкурса. Во-первых, мы не ограничены местом. Мы можем размещать сколько угодно фотографий. Мы можем обсуждать сады, высказывать свое мнение, может быть, даже спорить членами жюри. Поэтому сады этого конкурса останутся с нами на весь год, а вы можете постепенно, по мере расцветания и процветания ваших садов, начиная вот прямо с мая, присылать нам свои фотографии. И кроме того, немаловажно, что обсуждение зрительского жюри, активных посетителей нашего сайта, которое комментирует конкурсантов, оно будет тоже обязательно учтено. И приз зрительских симпатий будет вручен в каждой номинации, и вы еще удивитесь, какие это будут чудесные подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова